Ему навязывают страхование, плюс слезка в землю, значит, страхование жизни. Нет, он был здесь, он был здесь, это с ним началось. Значит, он пришел, чтобы застраховать по осаго машины. Ему начали навязывать страхование жизни, причем не на 100 тысяч рублей, а на 200 тысяч. Это тысячи еще сверху. То есть получается, ну просто запредельные суммы. И когда он начал говорить, да, и при этом отменяются все льготы, которые вот то, что раньше страховали, то, что стаж вождения большой, согласно осаго, все они льготы отменили. И когда он потребовал, просто попросил, хорошо, вы мне напишите, на каком основании вы мне отказываете в страховании осаго, если я не страхую жизнь. Вот просто дайте мне бумажку, на каком основании, и напишите мне здесь, почему, на каком основании вы мне отменили все льготы. Больше ничего. Начали выгонять, начали выгонять на улицу людей, начали отключать, мы не будем, в ультимативной форме, мы не будем страховать, мы не будем работать, пока вы все отсюда не выйдете. То есть начали оскорблять нас, что, как они начали драться, вы видели, на мужчину, пожалуйста, с кулаком, то есть с кулаками, но это вообще уже беспредел, просто беспредел. Ну куда дальше? Ну на каком основании нас застанавливать страхование жизни у нас пока еще не входит в обязательное страхование? Это только в добровольном порядке. Оплата вот у меня 1829, сейчас с меня запросили 4000. И я попросил, я заплачу эту сумму, только вот в особых отметках, напишите, что с отменой льгот, то есть без льгот. Сумма эта без льгот, и все. Значит мне оказали, даже в этом я не обязана, вот и все. И вот этот сыр был весь. Потом тут девушка и начала, вот что-то вот все видели, как она меня выпипала, еще и на это. С кулаком в лицо. Вот у меня, пожалуйста, страховка была тоже. Его? Серьезно? Вот эта вот девушка, которая вот в красном платье, она на него кулаком в лицо. Серьезно? Ну я не ударил, я не это подключил. Вы как раз только, он увернулся, вы только вот ходили как раз вот в этот момент. Выйдите не больше 3,5 в офисе, потом начали револять истанно. Я с утра здесь стою, с половины десятого, я просто замерз на улице. И мне конкретно ответили, вы где страховались, вот это вот Валентина Павловна, начальник отдела, туда и езжаете. Я говорю, извините, я именно здесь и страховался. У меня страховка вашей компании. Ну а скажите, а сейчас что вы ожидаете? Зачем здесь продолжаете стоять? С утра простояли, застраховать машину надо. Нам надо без осознания ездить, а ездить не можем. Случается, без страховки ездить не можем, а страховку они не выдают без страхования дополнительного страхования жизни, хотя это незаконно. Такого закона нет. Страхование жизни добровольное у нас. Почему не хотите пойти в другую страховую компанию? А в других страховых компаниях нет полисов. Нет полисов. Уже ходили. Ну все, всем удачи. Мы хотели то, что вот у нас тут по технической причине мы работать не можем. Просили людей выйти из помещения освободить. Люди засопротивлялись, не освободили. Мы никуда не уйдем. Никаких технических причин не было. Пойдемте, потом я же тебе побеседу. Нет, извините. Вы будете разговаривать здесь. Значит, началось с того, что они работали. Но навязывают страхование, насильственное страхование жизни. Это не входит ни в какие нормативные акты. Это все только добровольно. Они просто навязывают это. И когда попросили, значит, без страхования жизни ОСАГО выдавать реку. Когда попросили у них, значит, дайте документ, что на каком основании вы отказываете. Лёня, куда ты пошел? Мы вам отказываем выдачу ОСАГО. Потому-то, потому-то. Все, больше ничего не надо. А мы не будем работать тогда. Либо выходите все на улицу, мы работать не будем. Мы выключали все компьютеры, склепки и ушли. Вот эта вот женщина, я не знаю, кто она. Она уже несколько раз выходила. Не считает нужным представляться. Она мужчина, человек пожилой, она просто с кулаками на него налетела. Пыталась ударить кулаком в лицо. Он вышел куда-то. Здесь фотография есть его и фамилия, имя, отчество записали. Все есть. Она на кулаках у всех пыталась дать ему кулаком в лицо. Ну, что это такое? Продолжение следует...